Особенно всех докторов. Хотя я по образованию чисто терапевт, но по призванию я себя назвал натуропат, потому что занимаюсь исключительно натуральными методами лечения. И по сей день тоже я консультирую. Совершенно недавно перед отъездом в Крым, к нам в Одессу, ко мне в Одессу заехала одна из моих пациентов из Канады, она была на Украине, и специально заехала, чтобы увидеться, поблагодарить человека, которого вытаскивал из глубочайшей депрессии больше, наверное, полутора лет. Ну и удалось, человек стал менеджером, развивает бизнес там в Канаде. Недавно тоже была такая история совершенно интересная. У всех есть дети, которые учатся в институтах. Да, и тут присутствуют, тоже я вижу молодежь, я очень рад видеться. Да, и сами, которые учатся. Ну, по крайней мере, есть, наверное, у кого-то и внуки, кто присутствует, которые учатся в институтах, в училищах. Одна моя знакомая говорит, вот у сына, сын позвонил, говорит, мама, я отупел или не могу понять, что происходит. А это что такое? Говорит, ну ничего не входит в голову. Говорит, вот сижу, слушаю лекцию, ноль, полный ноль. Никакой восприимчивости, ничего не остается, ничего не фиксируется, нет никакой концентрации. Она спросила, что, как. Я говорю, давай мы попробуем просто элементарную вещь, используя маточное молочко, которое здесь есть, и кинка. Forever Ginka называется. Через неделю, через неделю этот ребенок звонит, говорит, мама, все, класс, открылась голова. Я начал воспринимать, да, вы смеетесь, а действительно, это же действительно серьезная проблема. Проблема, причем, которая тотальная во всем мире. Это концентрация, это память, это КПД мозга. Особенно те люди, которые в бизнесе, неважно, это фермерский бизнес или другой бизнес, люди должны сконцентрированы быть. Это хочется принимать, понимаете? Ну так, вперед, хорошо. И когда наши друзья, которые в другом бизнесе, которые зарабатывали в свое время значительно больше, чем мы, они употребляли эту продукцию и говорили, мы раньше в два часа трупы, интеллектуальные трупы и физические трупы. То есть количество кофе, которое вы пивали, и количество сигарет, которые вы куривали, это были десятки чашек, десятки литров. Невозможно было себя настолько взбодрить и поднять этот тонус для того, чтобы выполнять до конца дня элементарную работу. Так эти люди говорили, мы, говорит, до шести часов пашем, говорит, пашем, да, так, что на нас смотрят и задают вопрос, а что с вами произошло, да, что вы, как вы, ни кофе, ни сигарет, ни отдыха. Да, то есть как белка в колесе и никакой усталости. И КПД мозга увеличилось в несколько крат. Что пили? База – это очистка 9. Есть такая программа, это база. Это потрясающая программа, когда я о ней услышал, что компания ввела эту программу. То есть в принципе продукты все, которые нам известны были, но способ их применения, я понял, что это бомбовая программа, которая действительно очень много изменит. И всех своих пациентов, не важно какая проблема, не важно, я начинаю с очистки 9, не важно сколько лет, то ли это, самый младший возраст у меня был, это 9 лет, самый старший 90. Ну вот у меня так случилось, да, может у кого-то есть другие цифры, тем не менее, я считаю, ограничений здесь нет. Изучите эту программу очистка 9 и начните с нее, если кто-то пришел сюда впервые, для того, чтобы вы поняли, да, что это за компания и какого качества эти продукты, начните с программы очистка 9. Это потрясающая, великолепная программа. Очистка, понятно, да, логически. Программа для очищения организма. Многие говорят, я учился в мединституте и доктора, которые здесь присутствуют, совершенно одинаково нам вливали в голову о том, что алоэ это иммуностимулятор. И все проблемы, которые связаны с ОМКО, это противопоказания для приема алоэ. Кто это не знает, да, или кто это не слышал, даже молодежь это слышит сегодня. Так вот, я совершенно официально заявляю, да, я своим именем это заявляю, что это бред, и это абсолютно не соответствует истине. Я общался с людьми, которые у нас в Одессе работали в клинике Филатова, в лаборатории. Есть еще такие аборигены у нас, да, и которые выжили. Так вот, они говорили, даже Филатов использовал свое алоэ как иммуностимулятор при лечении рака. Но у нас это совершенно другое алоэ, принципиально отличающееся от того, что делал Филатов. Это как, я не знаю, как москвичи Мерседес сравнивают, да, приблизительно, чтобы вы понимали. Здесь нет вообще никаких элементов биостимуляции, вообще отсутствует в природе в этих продуктах, чтобы вы понимали, да. И вот недавно мне звонили и говорили о таких ситуациях. У мальчика рак мозга, и ему, 12 лет мальчику, ему сделали химию, облучение. Так послушайте, самое интересное. Мальчик находился в клинике, и на осмотр пришла профессура, находились несколько детей, и профессор говорит, а где же этот больной? Мальчика начали искать, который обусевший, который бледный, который ослабленный, да, как понимаете, да? А это розовощекий, здоровый, активный ребенок, со стопроцентной формулой крови, идеальной. Он начал употреблять все наши продукты где-то за две недели до начала и химии, и облучения, во время химии и облучения он это принимал, соответственно, после. Еще раз говорю, это продукт, который не имеет биостимулирующих веществ. В природе их нет. Они формулируются, формируются, вернее, только в определенных условиях. В темном, холодном месте, да? Помните, как делалось. Все мои женщины, в смысле пациентки, которые каким-то образом... Это сейчас так называется. Каким-то образом, да, были у меня как пациентки по разным проблемам, мастопатии, фибромиомы, ну, все, что присутствует практически у каждой второй женщины, в обязательном порядке употребляли продукты алоэ. И еще раз такое уточнение, крайне важное. Скажем, я как врач, не нашел еще того средства, которое можно найти, которое можно отнести к панацеи. Так, как бы хорошо продукт этот не работал, но я не могу назвать его панацеи, потому что он не может излечить все. Все, запомните это, он не может это сделать. Он может помочь во всех спектрах, да, в большей или меньшей степени, а излечить, извините, панацеи я не знаю. Недавно мне тоже звонили из Америки мои пациенты, там ребенок, у которого была раковая ситуация с кровью. На сегодняшний день ему отменили практически все лекарства. Абсолютно все. Полностью. То есть полностью нормализовалась формула крови. Период это около двух лет. Я сейчас вам расскажу интересную историю из своей практики. Кто медики особенно поймут это. Все знают, что такое гламероланифрин. Ну, есть такое явление заболевания почек. которое может привести к смерти. Да, если там остаться в руках. Это серьезная проблема почек. Лет 10 назад, наверное, этот ребенок ко мне попал. Это была девочка, у которой сформировался гламероланифрин после нескольких пиелонеприков. Она была аллергик на все антибиотики. На все. И малейшка, Оля, ребенок на следующий день уже в реанимации. В тяжелейшей ситуации для жизни. Когда мы начали с ней работать, я ей дал алоэ, я ей дал прополис. По-моему, вот это, да, эти продукты были. И ребенок перестал попадать в реанимацию. Она ходила при всех самых активных формах эпидемии гриппа в школу. И даже не чихнула и не кашлянула. На момент начала нашего знакомства она употребляла 10 таблеток преднизолона ежедневно. 9 лет ребенку. Девочка. Да. Сегодня это абсолютно здоровая девочка. я с ней работал 2 года с нашими продуктами. После этого мы где-то за год вывели ее на полтаблетки преднизолона в день снизили. Потом она перешла на цитостатики и потом отменились цитостатики. Это абсолютно здоровый ребенок. Она забыла, что такое, что она была безнадежная, как говорится, больным человеком. У меня сейчас есть пациент, которому наши нефрологи сказали «Ваш поезд ушел». Представляете эту ситуацию, да? Это значит человек готов умирать. В том плане, что ему никто не поможет и ничто не поможет. У него одна почка и она перестала работать. Но при этом этот доктор попыталась ему дать какой-то китайский бат. Ну, как бы для поддержки. я с ним проработал неделю, этот парень абсолютно ожил. Всего лишь навсего. Важно, что вы понимали все, что в организме происходит, да, на все эти процессы, абсолютно все процессы могут воздействовать все эти продукты. опять же, в большей или меньшей степени. И база это продукты алоэ. Это базовые и продукты пчелок. Пчел. Производство пчел. Есть в компании справочник, такое называется, справочник по продуктам, где описан каждый продукт. Изучите это, особенно это касается докторов, и вы поймете, где и как это можно использовать. Я вам желаю удачи.